привет друзья с вами как всегда джексон и сегодня мы с вами взглянем на игру под названием god hood как вы уже наверное заметили в названии присутствует слово god то есть бог и похоже что это будет некий симулятор бога на подобии немало известных black and white которые мы наверное как-нибудь все таки пройдем с вами вместе на моем канале если я смогу их нормально запустить на 10 винде со второй конечно скорее всего проблем не возникнет я вроде уже запускал а вот с первой могут быть проблемы хотя первое мне нравилось намного больше чем 2 собственно игра находится в раннем доступе вышла буквально наверно в стиме пару дней назад возможно все будет криво косо я уже нашел там кривый перевод и так далее но какая есть давайте посмотрим так тут мы наверно да мы сможем выбирать божество так давайте мы посмотрим какие мы какие мы будем что это у нас перемешать а то есть это рандомно типа нам выберет каким мы будем божеством ой не знаю не знаю каким у нас тут можно быть то едишку мать ой 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 ё моя о слепой крокодил с крыльями стрекозы платьющая жирная девочка а вот кстати вот этот мужик с рыбой на голове и мечом форме скейтборда мне очень нравится давайте пусть это будет он это а это еще цвета можно изменять ай-яй-яй-яй-яй стой стой а блин все испортил ладно чертень пусть так и будет как к нам обращаться всевышний да пусть будет всевышний как называется как называется ваша религия не знаю я в бога не верю поэтому так а чё у нас язык а язык у нас не переключается вот так вот пусть будет то и у нас будут последователи да как вам следует обращаться что-то я не помню да давайте вот так какой у нас стиль нейтральный светлый или чем темный давайте будем нейтралами наверно шо это пропустить вступление разрешить сохранение вручную длительность игры 200 лет по еще длительность игры можно менять ну ладно пусть будет как будет да да будет известно ну видимо так окей чё дальше чем и дальше выбираем пока существуют люди существуют и божества борющиеся за их внимание одно из таких божеств всевышний то есть ну типа мы видимо может именно этому божеству удастся победить в борьбе за души и умы но пока что есть лишь одна душа и именно ее атеизм назовет своим первым пророком красиво звучит из ничего появляется всевышний и кизо видит его кизо отвергает своего старого бога кацелькуатля и встает на новый путь этот кизо он типа ацтек что ли первым делом всевышний наставляет о том что правильно что правильно война мир вожделень так а война кто сильнее тот и прав ваши последователи докажут свою веру проливая за вас кровь это прикольно мир ну мир это все понятно у них уникальные награды а ну ладно вожделение наслаждайтесь земными удовольствиями крики страсти и счастья заполонят ваши храмы это прям заманчиво и целомудрие чистота начинается в теле и разуме но мы же с вами плохие мальчики девочки давайте-ка мы наверно целомудрие станет пороком его нельзя будет включить число заповедей а ну еще заповеди создавать а давайте вожделение чем будем всех вожделеть старейшины что почитают предков сочли эту идею опасной это вызовет лишь разруху и смертные муки если бы они только знали насколько всевышний обманет их ожидания решить же решить кто же прав должно было священное действие готовьте к священное действие что интересно что это за команда начинает бой какой еще нафиг бой будьте терпеливы как сама природа что ты делаешь женщина тишина кошмар воодушевление мощи и а почему не бьют меня их трое я один нас побили ну блин это логично уроды старейшины были неумолимы тизой несколько последователей были изгнаны из старого города но перед уходом тиза обещает что всевышний однажды вернется и завоюет старый город дни и ночи идут изгнанники идти за освещает их путь и вот усталые отчаявшиеся они выходят на цветущую плодородную землю там к ним обращается всевышний нарекает эту землю святым местом чат похоже на исход евреев из египта окей и шо это привет мужик выберите адепта для исполнения пряда чем выше вера последователя тем лучше результат окей ну и чё нам с ним делать радость выберите сооружение для озарения проповедник а добавляет проповедник здесь к вере на протяжении 8 дней немного увеличивает веру чё-то я не да привет мужик что-то я ничего не пони маю центр святого места но вот так а вот ем и эпоха тьмы первое о чё за люди чего за люди это кто а это наверное эти последователи которые типа с нами ушли и так нам как я понимаю тут светится нам на рассюда надо тыкнуть да да нам надо тыкнуть и замолился в центре святого места и убеждается что всевышний величайшее божество это увеличивает веру чем большего адепта веры демон лучше служит два адепта восхищенной молитвы идет почти всегда и не упреки-демонренно как правило открыли каждого места не подумают а я хочу поговорить о том что ты который не выберешь попросил вот покажи а вот покажи ну что это по богу во время проходит по четвертому так карта мира у нас еще карта мира есть до всевышний атеизм лишь лишь личное убеждение ну каждому свое господа и чё нам делать чё нам делать вернуться в город а это типа мы наверно можем переместиться в эти города а это перетаскивайся ты приступить к поручению да такое-то священно действие это видимо священно действие это какой-то типа вид боя что ли не рады меня видеть команда начинает бой и чё делать правильный флирт атаковать осуждение что вообще происходит они дерутся без его вообще часть какого-либо правильных ли это видимо какие-то скиллы о мы их победили проповедение певец язычник что это такое разблокировать класс а вот можно выбрать класс персонажа типа и в зависимости от класса наверно они будут по разному драться и вот это вот давайте пусть это вот он будет пассивная ярость поддержка сотрясения традиция слепой удар сабец древний удар это короче типа персерка наверное какого-то да пусть будет он а ты у нас будешь жрец вожделения балдеть а ну да мы же выбрали вожделение интересно как это нам поможет правда хищник певец певец это бафер наверное какой-то пророк него у нас уже есть ткач ткач у нас по моему главный персонаж нет друид надо чтобы кто-то лечил или будем всех фигачить просто жрец вожделения добавляет ослабление утомление всем целям получившим урон способности выжделения красивое тело природный нормальный урон всем целям который привлекает последовать его мою насколько тут все замуть замудрено фанатик вот давайте пусть она будет фанатик хочу чтобы у меня были фанаты поручение успешно ваши адепты справились с препятствиями они возвращаются с победой а победа как я понимаю это новые последователи до после победы в священнодействии некоторые адепты получили заряд чудо теперь эти адепты могут совершить могущественное чудо но учтите что чудеса можно творить только в определенных местах ваши адепты хотят построить новую святыню в которой они смогут совершать чудо мне кажется я знаю о каком чуде они говорят так стоп а это типа пропускать какое-то время что ли построить чудесное здание построить чудесное здание озарите на постройку чудо здания в котором адепты смогут совершать обряды чудо но если они это так называют хижина пастуха круг сказители рынок домик охотника это все это это типа то что у нас есть до чудотворное здание наверно конечно же это самое чудотворное место о мы построили им таверну озарить чудо вот пожалуйста вам косяки раннего доступа но ничего страшного от этого чу нее не меняется так озарить чудо и как мне его озарить а выбрать адепта но пусть будет вот он главный герой пусть идет озаряет а еще нужно здание где они тоже будут совершать чудо место для молитв ну да мне нужно это энергия наверно нужно будет от молитв как в black and white во второй части было а так озарить давай вот так у нас два места есть теперь и что это я сделал сейчас я не понимаю без различия афера без различия то есть они еще это пока не особо меня верят ах вы какие а а вот что-то я опять нажал так место для молитв и в таверну преданность улучшения совершите чудо таверны чудо таверна повышает здоровье и набожность повышая оборону ну да это стиль пьяного мастера да да так этот у нас занят этот занят но озарить чудо озаряет чудо а вот ё-моё чё-то маленькая туплю под вечер ну да ладно так вот мы озарили чудо да наверно да 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 это круто пейте плодитесь размножайтесь да что мы теперь можем с ними сделать наверно надо play нажать до чтобы они делали вещи маза любит любит выпить но база молодец однажды этому последователю пришло в голову вызывать вызвать ближайшее озеро на дуэль по пьянству конечно же озеро не могло отказаться последователи заливали самогон из агавы в озеро пока она не вышла из берегов а за все продолжал бить поддатая толпа была в восторге это несомненно признак моего величия чувак ты крут перебить озеро это классно сотворенное чудо маза совершает чудо беспропудный пьяница офигенно чудеса повышают могущество адепта и дают возможность изучить новые способности получает благословение зума молится и всевышний отвечает на его молитвы всевышний признает преданность своего последователя и благословляет его и его родных за исключением дяди его настигает страшная хворь ну дядя видать про косячился где-то скорее всего не бухал как прошлый наш адепт получил новая способность сила предков ну ладно так что мы можем сделать дальше судя по тому что у нас подсвечена карта мира нам нам нужно накернить еще кого-нибудь а как а вот мышкой перетаскивать все понятно вот у нас еще есть маленькие деревеньки давайте-ка мы их тоже нафигачим чтобы им было неповадно то почему они в меня не верят эй ку-ку на давайте сюда аборигены я принесу знание атеизма вашу деревню ничего себя напомбанула вы посмотрите мы за один ход ушатали сразу всех это прям классно так у нас чудо заряжено а а что он называет чудом и что это и что заряжена уровень божественности повышен и что нам дает уровень божественности сейчас то видимо об этом расскажут первое собрание последует 42 последователя новые божественные 10 разорить постройку склад подношений и поддержка верующих до 22 окей я думал какие скиллы можно будет прокачивать как пускай риме благословить реликвию то есть мы кого-то должны сейчас выбрать чтобы чтобы вот здесь быть да зачем-то ну давай это будет и ты у нас первый последователь благословить реликвию природа вероятность реликвии природы а если выбрать тебя вероятность божественных реликвий а здесь реликвии предков дают верующим всякие клёвые штуки о мы любим клёвые штуки отлично и что же это будет за клёвая штука палка а корень мощи улучшает все чудеса в обряде плюс 1 мощь отряд может получить от вас реликвию в священном городе чтобы собрать необходимые подношения ваши адепты хотят построить хранилище подношений вы можете вдохновить адептов на то чтобы они собрали 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 здесь подношения эти подношения пригодятся для чудес нам опять нужно что-то озарить да да озарить постройку склад подношений да давай вот сюда мой склад мой склад хочет стоять здесь озарить чудо ты но в смысле а почему озарял к сюда не работает нет тут как-то по-другому что-то надо сделать тебя а и вот сюда а все понятно она никакой чудо не делает тут что-то нужно собирать окей пока конечно механика игры совершенно непонятно да мы строим да мы какие-то там чудеса творим но смысл всего этого пока не понятен 13 подношений о чёрт несут чёрт несут хавчик несут мне это хорошо хавчики я люблю хавчики я люблю так что дальше что дальше озарить чудо выбрать адепта озарить чудо карта мира а вот у нас что-то есть кстати реликвия чудо может использовать данную реликвию чтобы назначить реликвии откройте окно осмотра ее владельца а затем нажмите на знак под надписью реликвия такая у нас владеет вот этот вот эта штука которая бухает по моему а нет у нас маза бухает а зума у нас большой чувак с топором он будет у рукой так а где реликвия где реликвия где реликвия а слушайте я не вижу где у него реликвия поехала неровно сделали не страшно так ладно снова плей просят нажать еще денек мы пропускаем так плюс пара фанатиков еще у нас и собственно у нас по ходу открылась своего рода свобода действий давайте потыкаем кнопочки чтобы понять что мы тут можем делать так третий уровень получите божественное действие озарить постройку земли фанатиков озарить постройку так вот ты и ну не знаю в таверне есть уже люди так что тебе нечего озарять мужик не озаряй ничего да нет ни то ни то отменить так вот у нас есть два чуда мы можем купить какие-то улучшения для таверны но пока нам не хватает вот этих вот фанатиков муки и понятно и этого местные для этого места мы тоже купить улучшение не можем а реликвию вот она где корень мощи да давайте мы усилим таверну потому что таверна это место силы это известно всем издревле было ладно еще пропускаем ход я не знаю для чего пропускать не пошаговая стратегия а ой а и правда смотрите помогает призвать новообращенных некоторые последователи пришли к светому месту желая стать вашими новыми адептами вы можете призвать этих новообращенных чтобы решить кого из них атеизм примет как своего приспешника всех примем атеизм принимает всех на каждого адепта нужно некоторое число некоторое число поддержки верующих так что то выбирайте с умом пусть новообращенные предстанут предо мной так и чё и чё и чё и чё а вот новообращенные до типа новых быстрее и люди моря земли рот кизо это живы сагарда это население в гипс на ней сгибу зимы и дали в горости на которые из другихline чё и еще 1 dipped-вот на самом деле это там не так им это сгиб Drogo тоже знают шаговые то들이 какой-то что ты тоже не видишь на гипс на гипс на хаосыске махом нахом 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 ахом нахом 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 гипс джон да да вот тебя тебя ты изм примет стопудово принять адепта вы деть мои слабые ну давайте вот так что ли все 20 это 20 дней до следующего использования через 20 дней придут типа новые адепты которые могут делать вещи нам так а у нас вот здесь смотрите есть свободная ячейка обряда да это мы можем значит озарить на чудо озарять может у нас пока только этот мужик да ладно пошлите к мы еще кого-нибудь заставим верить в наши благие намерения но здесь естественно мы сюда кидаем наших самых худых чувачков персонажей которые у нас прокачаны здесь очень слабаки и сейчас мы им тоже нафигачим а в чем интересно было смысл выбора вот этой стороны там война похоть миры там что-то еще я не помню а целомудрие иди сюда но крит все побеждены то есть какой-то смысл от этого был на видимо какие-то скиллы были дополнительные у нас опять вкачал уровень но я так и не понял надо что быть внимательны ваши адепты справились с препятствием они возвращаются с победой но они никого с собой не привели какая же победа если вы никого с собой не привели ребята а ну вот у нас приказ идет типа накерняйте всех других так а что мы можем сделать озарить на стоимость понятно блин надо наверное лучше английскую версию включить что ли тут у нас тоже этих штучек не хватает там пола пола именно так давай ты можешь пойти вот сюда а во имя надо управлять чтобы они делали всякие не знаю там наверное интересные вещи а ты вот здесь вот проповедуем чего-нибудь делай а мы пойдем еще кого кому-нибудь надаем по щам а вот он кстати старый город это город из которого нас выгнали давайте-ка мы захватим еще вот эту вот деревню которую у нас еще маленькая и здесь и наведаемся в старый город подойди ближе давай давай сюда эти уже посильнее смотреть у них тоже 40 даже из могилы войны пойдет о том как славится кто-то там а чок рит не вылетел у них осталось 5 у нас 26 сейчас они нас побьют есть нет и побили все вам хана ребята наши кунг-фу сильнее ребята переходите к нам на нашу переходите на нашу сторону у нас есть печеньки и похоть что-то заряжено чудо заряжено отлично у всех чудо заряжено отлично отлично до 60 осталось совсем чуть-чуть вот они ведут новых новых людей отлично а почему у них не увеличивается количество веры что мне сделать чтобы у них улучшилось количество веры маза поэт маза добавляет проверить проповеднику 10 вере а то есть их нужно отправлять медитировать да давайте-ка мы их отправим медитировать чтобы они могли чтобы они сильнее в меня верили зума тоже давайте тоже там занимайся вещами у костра тебя хочу выбрать тоже давай и тебя как раз там на тебя тоже есть место нет а максимальное число адептов три там четыре четыре ячейки же есть пустая ладно ты пока да не туда нажал ты пока отдохни погнали да вы веруете именно по этот смотрите чуть-чуть приобрел правда совсем чуть-чуть почему-то ну да ладно так у нас больше никаких заданий нету зрите постройку и земли фанатиков а где я могу озарить землю фанатиков а у нас таверну никто не озаряет а почему давайте-ка вот господа вы будете а ну ты иди сюда тоже вы пока набирайтесь веры в меня валю а а мы сходим пока наверное а вот еще открылись смотрите вот еще открылись не захваченные земли отлично еще идем захватывать земли и новые земли новые земли мы любим новые земли все боги любят новые земли вы не знали переходи на нашу сторону ну да сторона любит наша сторона славится своей похотью давайте к нам все такие красивые секси и раздаем люлей и я задефил этот персонажик задефил и смотрите снова да ты вообще красавчик мужик праведный флирт обалдеть я опять мы выиграли а почему это В данном случае, наверное, типа женщина, как бы она в лифчике. Но почему она такая уродливая? Какой ужас. А что значит чудо заряжено? Это... И мы опять никого не получили. Давайте-ка посмотрим, а что значит... Что-то происходит. А, уровень опять прокачали. Понятно. Да-да-да-да-да. Вот теперь мы можем построить вот эти самые земли фанатика. Некоторых последователей так восхищающие выяснили, что они хотят служить ему более активно. Ну, ему, наверное, должно быть. И засчитают, что из них можно воспитать преданных фанатиков. Фанатиков можно отправлять на обряды, чтобы повысить их эффективность. Но это понятное дело. Давайте озарим земли фанатиков. Давайте только в стороне где-нибудь, а там мало ли они теки. Так, и нам, наверное, надо туда кого-то отправить, да? Да. Сходи, собери нам фанатиков. Тебе как раз заняться нечем. Но все-таки, чем вот это озарение? Что вот оно дает? Окей. А, все-таки, как-то действует на них, повышает их веру в нас и все такое. Давайте перекурим денечек. Зума любит выпить. Да, это опять мы уже видели, что ты пухаешь и что ты перепил озеро. Ты молодец. Он сотворил чудо. И приобрел новую способность сотрясения. Сотрясение головы у него, по-моему. Так, мощь и здоровье. Давайте повысим здоровье. Маза молится и Всевышний отвечает на его молитвы. Ну, это понятно, да. А, все понятно. То есть, когда чудо заряжено, вот он, получается, прокачивает уровень, его надо отправить в какое-то место там, запухать или помолиться. И он приобретает новые способности, прокачивается. Так, у него улучшается харизма и набожность. А на что, что влияет? Пусть харизма будет. Я пока не знаю, что на что влияет. Люди, вы что тут собрались? Что происходит? Движуха? Дискотека? Или дня рождения у кого-то? Или может быть жертвоприношение? Жертвоприношение боги тоже любят. Да. Что бы они ни говорили. Пора захватывать мир дальше. Ой, смотрите, тут какой уродец. Всем, всеми правит. Давайте-ка... Давайте-ка мы сходим к ним. Вот. И скажем, что они неправильно верят. И нужно верить по-другому. Причиним им свою веру, так сказать. А мы опять начинаем бой. У нас инициатива покруче, чем у них всех. А я все-таки пока не понимаю, как они могут... Как мы можем влиять на процесс боя. Вот он опять. Хоп, защитил. Это, конечно, молодец. Вот он опять, смотрите, тоже защитил. И что? О, второй удар получил. Но каким образом мы можем повлиять на этот бой? Я не понимаю нифига там. Как всегда, выиграли. Мы крутые. Да, у этого чувака опять заряжена его чудо-палка. Так, мы еще при... О, мы какой-то получили редкую реликвию. И ее будет озарять. О чем только печальная вещь? Этот устал тоже. Давай. Пусть будешь ты, ты заслужил. Ты был самым первым. И ты получишь редкую реликвию. А в реликвии грамот вот. Грамот вот. Вероятность получить дополнительный ход в начале священнодействия. Ммм. Это полезно. Дополнительный ход во время священнодействия. Это... Еще дополнительный шанс выиграть. Так. Ну, судя по тому, что подсвечено, нам нужно захватить вот этот город. Который там был. Ну, как из-за которого нас, собственно говоря, выгнали. Так. Давайте-ка мы озарим чудо. В пивнухе уже кто-то есть, да? А, вот в пивнуху, да. Все, отлично. А вы пока... Раз вы все такие офигеть безразличные, то пойти-ка и молитесь у костра. Да-да-да-да-да. Ибо нефиг в меня не верить. Идите, работайте. Ты собирай. А, нельзя. То есть мы просто чем-то занять можем только троих одновременно. Ну, не прикольно. Хоть с одной стороны, но ладно. Так, давайте пропускаем. Год, видимо, что. Тиза громко заявляет на всю таверну именем Бога Всевышний. Бросаю вам вызов. Кто меня перебьет? Да и ночью пойло из ога выльется рекой. Но лишь Тиза гордо ковыляет из таверны. Все остальные поверли, походу. Зачем ты загубил столько моих последователей, чувак? Ну, ты даешь. Прикольно. Прикольно. Можно бухать во имя Бога. Вот это отличная религия, ребята. Всем советую. Так, пассивку. Харизма и хитрость. Хитрость давайте. Он будет хитрый. Хитрый мужик. А что, дождь-то пошел? Я хочу отменить дождь. Бог я или не Бог? Дождь отменись. Нифига не сработало. Ладно. Пойдемте причинять нашу религию в остальные места. Ладно. Что у нас в старом городе? Старый город последует единственной истинной религии. А, ну это понятно. Это типа мы всех заберем с собой, да? А вот здесь, кстати, у них есть божество. У вот этих. И у этих есть. А вот у этих нету. Да, давайте мы... Снова им нафигачим. У них тоже 40. У них чувачки сильные. Но мы все равно сильнее. Мы изучали кунг-фу. Давай, давай, быстрее. Можно пропустить все это? Чтобы включить режим осмотра, нажмите пробел. О, а почему я не увидел этого? А, ну это мы можем просто сделать на паузу и посмотреть, да? Кто что может. А вот эти вот скиллы выпадают тоже типа как карты. Рандомно. В начале каждого хода. Вот и мы получили за счет скиллухи, видимо, еще один дополнительный ход. А этот все, влюбился и решил не воевать. Снова прикрыли друг друга. Отлично. Чувственное касание. Дай потрогать. Хорошо потрогал. Хищник-язычник. А что это такое, интересно? Хищник-язычник. Непонятно. Перевод очень кривой. Так, отлично. Мы еще получили людей. Мы еще получили людей. Плюс один фанатик. Ого. Давайте сразу дальше. Без остановки. Сходим сюда. АААААААААААА. Этот устал. Мазо. Он не бухал давно, а он устал. давайте мы на место его возьмем кого-нибудь из новеньких там кого-нибудь кровососущего из новеньких то у нас он спит персонажик она подъем осуждение мы сейчас будем осуждать за что вы на тебя и все он тебе если влюбленно не атакует но у этих . какие-то совсем слабенькие так что это не интересно все это типа масса массуха какая-то у него прошла массовый скилл который прям всех вдохновил на то что он короче красивый так теперь мы ей должны выбрать вот это кровососущему кальмару этому должны выбрать класс певец хранитель хранитель наверное типа танк да это вождь друид пророк гнева обличить вот давайте она будет обличитель с огромной такой елтой в руках и опять мы никого не привели с собой ой она кстати в нас поверила она в нас поверила зума в нас не все еще не верит да мы победили да ура мы крутые да про радуйтесь всех мы победили а как-то может свое поселение расширять домики строить нет не сейчас да нам нужно захватить все что можно было захватить зума ты почему в нас не веришь зума где твой надувной катер ты же щенячьего патруля ладно давайте заставим его помолиться может это ему как-то поможет сюда снова выбираем тебя ты пойдешь собирать вот это ты мужик который главный самый вот и пойдешь собирать вот здесь и все трое у нас заняты давайте пропустим еще еще дата 6 мы реально год пропускаем обалдеть а вот сохранились мы фанатики добавились у нас а а вот эта штука с елтой она может нам озарить да она она может озарить повышать набожность нам же здоровье длитов пивнуху конечно и внука больше плюшек дает пусть она будет там а мы тем временем сходим вот здесь тут у них есть бог покровитель какой-то и мы этого бога покровителя сейчас не свергнем можно ли я у них больше 50 жизней на 40 лет не круто сейчас проиграем пути терпеливы как сама природа они видимо за этот как его за целомудрие наверно они на себя ощущают ребята вы чё вот это длинноволосая девочка нифига себе мы вообще ничего не наносим мужик включая красивое тело чтоб по всем фигачить сразу благодатный какой-то защитил отлично но у них . слабенькие у нас мощнее так что я думаю мы победим а вот не видит привлекательности не прокатило они считают что он страшненький 11 вот сейчас хорошо все вообще но мы в опасности не действуют они вообще устойчивые против нашего флирта скажем так 15 осталось 7 ну отлично мы наверное выиграли а ты ничего чуть-чуть не действует правильно большой топор действует всегда щейки тлалака это видимо племя так называется все понятно так отлично мы еще привели маленечко людей вот тут у кого-то опять набухалась то есть люди у меня в таверне бухают с озером да получается окей это неплохо бухать не зазорно посмотрите снова безразличие появилась то есть они типа устают через какое-то время их нужно отправлять отдохнуть вот кастру например например костру их тоже давайте основных бойцов отправим кого надо она именно меня куна кстати а чё у нас здесь есть вот у нас есть способности а вот этот адепт будет выбирать из этих способностей в ходе священнодействия если у вас достаточно получается вьеры вы можете подготовить разум последователей к священнодействию непонятно короче здесь перевода еще нет непонятно что мы можем сделать да им тоже надо отдохнуть они у меня какие-то печальные все так нам походу надо а вот здесь еще какое-то божество есть успеем моего накернить давайте сходим к наведаемся а то чего они такие не верят в нашу похоть упрямый старейшина не все одного одного класса я посмотрю почему не могут пурпурная дымка общение первые банили я хочу ходить 1 на минус 9 6 топор 7 отлично топор хорошая вещь рок это хорошо если вы слушаете рок вы нам подойдете красивое тело на всех не подействовало то есть когда не действует он тоже наносит небольшой урон но если действует она прям фигачит мама не горюй у нас чувак свою чудо палку зарядил это по моему который который нас топором уровень божественности снова повышен мы вкачали четвертый уровень чтобы если мы дойдем до конца мы здесь а чтобы до конца сейчас мы сможем опять построить какое-то очередное чудо наверно тогда мы можем что-то построить построить чудесное здание и посвятить статую строим чудесное здание рынок круг сказителей хижина пастуха место для медитации домик охотника домик охотника прежде всего повышает хитрость башни отдают мощь адептам и физический урон рынок повышает хитрость и мудрость увеличивая вероятность критического удара место для медитации откровение чудо прежде всего увеличивает мудрость повышая а вот оно что короче я кажется понял давайте разместим рынок я кажется понял короче когда персонажик наш последователь вкачивает уровень он может отправиться в любое здание на выбор в которое мы его отправим и в зависимости от того куда мы его отправили у него повышаются определенные пассивные его скиллы то есть к примеру вот это вот место для молитвы она повышает только набожность наша бухольня таверна повышает здоровье и набожность а к примеру сейчас рынок повышает хитрость и мудрость давайте вот мы его отправим туда а чтоб отправить еще нужды подношения ах ты ж хитрая задница окей давайте насобираем подношений иди сюда да не там вы опять устали и этот сюда тоже можно да вот вдвоем пусть собирают отношения подношения нам нужны получаются на эти чудеса да а вы господа короче отдыхайте ты у нас сейчас пойдешь в бой у нас прокачаны поэтому отдыхай а еще мы можем посвятить статую что это значит мы посвятим статую таверне о змей вожделения щупальца вожделения сердце вожделения у нас все вожделение есть палка вожделения я хочу палку вожделения курсор вожделения солнце вожделения ягуар вожделения капец давайте у нас будет о вот у нас будет нам маис вожделения а вон она появилась статуя там статуя нашего вожделения окей что-то она дает плюшки какие-то лет просто приколюха отлично фанатики чуть-чуть подношения отлично есть 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 теперь нам хватит чтобы тебя отправить на на вот сюда да отлично отлично этих пока мы этих мы мы пока отправим заняться чем-нибудь чем-нибудь полезным ты у нас основной персонаж у тебя видимо вера вообще не падает поэтому и еще собираем эти собирая подношения а ты у нас ты радостная у нас да давай мы тебя отправим на землю фанатиков вот так все трое заняты вперед пропускаем еще год или это так вот я ранний доступ эта херня закрашивалась так я вроде сделал все то же самое что и было ладно хоть сохранение было недавно сохранение видимо делается на повышение уровня так значит что у нас осталось нам нужно вот этого персонажа к нашего который у нас поднял уровень отправить на рынок чтобы он набрался там мудрости этих товарищей мы отправим работать отправим мы их работать вот этих двоих да да ты которая кровососущая штука да все иди и снова завершаем надеюсь сейчас не закрашится закрашилась по моему как раз таки на этом моменте да не закрашилась дивное рыночное чудо когда на рынок вступают богатые торговцы драгоценностями зума не упускают эту возможность после непростых хитроумных переговоров зума держит верх соблазняет торговцев чудесной сделкой во имя бога всевышний и чего единственное нормальное место где можно что-то сделать пассивка прочность 10 к физической броне побороть офигенный перевод плюс 20 процентов вероятности критического удара физическом уроне на минус 10 к физической прочности не нам нужна броня нам нужна броня так отлично значит этого мы вкачали этого мы вкачали у этого тоже безразличие блин надо их занимать делами какими-то давайте-ка мы мы их отправим помедитировать чтобы они чтобы вера в них возросла а а тебя мы отправим поработать давай нам нужны подношения так заканчиваем этот ход и идем короче в старый город отомстим нашему старому племени за усе убиты так сказать так да все у него радость маленько выросла все отдохнули все перекурили а не знаю чем можем сделать на рынке непонятно ооо здесь еще выросла ну ладно все таки я думаю нам мне хочется сходить вот сюда давай трех самых сильных адептов мы берем эта команда верит в предков да это то откуда нас изгнали у нас персонаж тут 10 7 8 уровня у них 6 9 7 ну своего рода такая равнозначная битва будет я думаю давайте попробуем я думаю мы ничего не потеряем если мы проиграем у них аж 100 нам капец ребята я прям банкую нам капец даже можно на это не смотреть хопа прикрыл хуя хэ да нам хуя хэ пол именно п полнейшие и сейчас он в один удар короче бах нас всех сносит кстати кстати нет смотрите у нас может быть еще есть очень малюсенький малюсенький шанс так а почему вы этого то атакуете атакуете других он нас не пьет все мы сломали одного это значит и будут только твои вода походу выиграли отлично не видит привлекательности офигеть не прокатил здесь не прокатил скилл по морде мы всегда можем дать атакуете то есть на них не действуют силы нашего типа обольщения вот этого да видимо не действуют давай хилые обречены а он на нее какой-то дебавки не они нас нафигачат сейчас ребята явно они нас сейчас нафигачат да да нас побили но мы сопротивлялись мы расстроились обиделись но мы сейчас улучшимся и вам накидаем еще раз а ладно попытались мы сходить все таки в главный город и у нас ничего не получилось в общем что я могу сказать смысл игры понятием как и в принципе в любой игре которая идет на тематику божеств на тематику распространения своей религии нам нужно распространять свою религию вот такими вот способами в игре присутствует своеобразный такой эксцентричный юмор вроде бухания с озером в таверне ну это мило это мило это добавляет некую изюминку по крайней мере такого в Black & White точно не было своеобразная механика распространения религии построена на боях которыми мы к сожалению вообще управлять не можем это я бы сказал это наверное минус тогда зачем это вообще было делать если мы не можем никак на это повлиять мы можем только выбирать персонажа определенные скиллы и собственно на этом все поэтому не знаю пока ощущения двоякие но сама по себе игра милая так что посмотрим будем посмотреть как говорится да и тебе привет чувак в общем всем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте подписывайтесь обязательно на канал прям обязательно подписывайтесь я проверю и увидимся в следующих сериях и в следующих моих видео пока пока